В январе 2023 года Франция объявила о поставках в украинские войска бронированных машин АМС-10РС и в результате летнего контрнаступления ВСУ применили их в бою. О результатах этого применения, об особенностях этих машин я вам расскажу в своем видео. Вы на канале Даша Техник. Итак, поехали. Моя Даша. Колесные боевые машины с тяжелым пушечным вооружением танкового калибра существуют столько же, сколько и танки и бронемашины в системе вооружений армий. И такое соседство практически не прорывалось на протяжении десятилетий. И вспомним хотя бы советские бронеавтомобили Ба-6 и Ба-10 с 45-мм пушками. В годы Второй мировой войны наиболее интересной в этом ряду оказалась германская бронемашина Пума с длинноствольной 50-мм танковой пушкой и специально разработанным полноприводным шасси 8х8. А этот опыт вполне оценили французы. И, пожалуй, это наиболее последовательные сторонники пушечных колесных броневиков. Уже в первое послевоенное поколение французской бронетехники вошла машина EBR, отличающаяся как оригинальным шасси 8х8, так и установкой в башне пушки, аналогичной вооружению танка АМХ-13. Боевая разведывательная машина, о которой идет речь в этом видео, создавалась конструкторским бюро АМХ, тем же, которое и разрабатывало танк АМХ-30 и БМП АМХ-10П. Работы начались в 1970 году, и первые три прототипа колесной БРМ были представлены в июне 1971 года. Испытания длились до конца 1977 года, и велись они по довольно обширной программе. Машина получила обозначение АМХ-10РС, что значит «колесная пушечная». И, несмотря на калибр основного вооружения, АМХ-10 отнюдь не является колесным танком, как ее любят именовать в СМИ. Собственно, только калибр и роднит ее орудия пониженной баллистикой с танковой пушкой. АМХ-10 не предназначена для совместных действий с пехотой или мотопехотой с целью разгрома обороняющихся подразделений противника, поражения и прорыва его в опорных пунктов, захвата рубежей, поддержки огнем своей пехоты даже при действии вдоль дорог. Не являлась она, по крайней мере, изначально и истребителем танков. Этот бронеавтомобиль с тяжелым вооружением позволяет отбиться в случае встречи разведывательного дозора с механизированным разведывательным подразделением противника или поддержать действия моторизированных и пеших патрулей, а также подавить обнаруженную засаду и тому подобных действий. Боевая разведывательная машина АМХ-10РС вместе с колесными БТР-ВАП состояли на вооружении бронекавалерийских полков французской армии, главным задачам которых относятся ведение разведки, прокрытие флангов и стыков и борьба с воздушными и морскими десантными, а также охранение коммуникаций, штабов и тому подобных. А с 1982 года АМХ-10РС входили также в состав 31-й отдельной бригады, это часть французских сил быстрого реагирования. Здесь они соседствовали с легкими БРМ ЕРС-90Ф4, которые вооружены 90-мм пушками. Самая интересная особенность этой машины – это система управления огнем. Она включает в себя электронный баллистический вычислитель. Это было впервые установлено на галлюстных бронеавтомобилях, а также датчики наклона установки вооружения, направлений и скорости ветра, вертикальные и горизонтальные составляющие скорости движения цели, а также показатели температуры и угла местности, которые вводятся в вычислитель вручную. Для действий ночью и в других условиях ограниченной видимости служит система низкоуровневого телевидения TI-VT-13 или же Thompson SCF, телекамера которой устанавливается на маске пушки слева, а мониторы – на рабочих местах командира-наводчика. Камера обеспечивает дальность наблюдения до 1000 метров. Система управления огнем позволяет командиру быстро производить цели указания наводчику, либо брать на себя управление вооружением, и имеет встроенную систему контроля. Приводы наведения оружия от наводчика и командира электрогидравлические. Орудийная установка не оснащена стабилизатором, но для компенсации ввода ствола орудия имеются приборы выверки. Кроме весьма продвинутого для своего времени комплекса системы управления огнем, стоит отметить количество и размещение приборов наблюдения, хорошо отвечающих разведывательным задачам. Кроме указанных приборов, на месте командира имеется еще два перископических смотровых блока для наводчика и три для заряжающего для обзора вперед, влево и назад. Сварной корпус и башни выполнены из алюминиево-броневого сплава системы алюминий-цинк-магний и обеспечивают защиту от огня стрелкового оружия, вплоть до калибра 12,7 мм и осколков артиллерийских снарядов. На башне установлено два блока по 2-3 дымовых гранатомета. Башня имеет обтекаемую форму и развитую кормовую нишу. С учетом назначения машины были приняты все меры для обеспечения ее высокой подвижности, и ради этого разработчик и заказчик пошли на существенные усложнения трансмиссии и ходовой части. И в моторно-трансмиссионном отделении смонтирована установка, большая часть агрегатов которой унифицирована с моторно-трансмиссионной установкой гусеничной БМП АМХ-10П. Двигатель соединяется с трансмиссией через комплексную гидропередачу, и характерной особенностью является производство поворота по танковому типу. Дифференциальный механизм сообщает разную скорость вращения колесом, разбегающего и отстающего бортов. И механизм поворота снабжен также тормозами. С гидроприводом в результате значительно уменьшен радиус поворота и уменьшена глубина колесных ниш, а также увеличен внутренний объем корпуса. В то же время такая схема поворота увеличивает сопротивление, особенно на рыхлых грунтах, и ускоряет износ шин. Трехосное колесное шасси выполнено по схеме 1-1-1, с равномерным распределением осей по длине корпуса. И такая схема не очень рациональна с точки зрения компоновки внутреннего объема, но обеспечивает хорошую проходимость и увеличивает ширину преодолеваемого рва. 5 января 2023 года президент Франции Мануэль Макрон официально объявил о поставках на Украину машин АМХ-10 РСи, а 13 января это подтвердило Министерство вооруженных сил Франции, уточнив, что поставки возможны в течение двух месяцев. И действительно, 17 марта министр вооруженных сил Себастьян Лакарню объявил, что 14 колесных танков АМХ-10 РСи прибыли на Украину. Это первые из несколько десятков обещанных Украине. Накануне поставок украинские экипажи прошли обучение эксплуатации техбронемашин в бронекавалерийской школе во Франции. Вооруженные силы Украины применили АМХ-10 уже в начале июня в ходе контрнаступления. И фактически на излете своей службы машины приняли участие в конфликте такого уровня, для которого они когда-то создавались. За шумной рекламой последовало плохо скрываемое разочарование. Оказать существенную поддержку атакующим подразделениям ВСУ французы не смогли, ровно как и германские танки, и как американские БМП. Многие специалисты указывают, что низкая эффективность действий и высокий уровень потерь бронетехники западного производства вызваны не столько тактико-техническими и эксплуатационными характеристиками машин, сколько способами их применения ВСУ. Именно на это, кстати, и упирает ряд западных аналитиков, объясняя незначительные итоги летнего контрнаступления. Представители ВСУ, в свою очередь, ссылаются на технический уровень переданной им техники. И те, и другие, конечно, пытаются каким-то образом скрыть свои просчеты. Но в их аргументах проступает иррациональное зерно. И на примере АМХ-10 это очень хорошо видно. Разведывательные машины предназначены для действий к дозорах, передовых отрядах или охранении, и их пытаются использовать именно в качестве колесных танков, без тактического взаимодействия с реальными танковыми и механизированными подразделениями и также артиллерией. Так, подразделения 37-й бригады морской пехоты ВСУ, использовавшие АМХ-10 в ходе атак в районе поселка Великое Новоселко, понесли тяжелые потери, в том числе и в технике. Издание «Вашингтонпост» от 13 июня 2023 года, ссылаясь на неназванных бойцов ВСУ, отмечало, что французские легкие колесные танки оказались слишком легко бронированными, отчего их поставили позади пехоты, и причем 5 единиц бронемашин были потеряны в течение первого часа боя, а по сообщениям Министерства обороны, в этот день были подбиты 3 АМХ-10РС. Использование позади пехоты вряд ли улучшило ситуацию, АМХ-10РС больше подходит для огневой поддержки разведывательных групп, чем штурмовых. Малая приспособленность машин к роли ударных была ясна еще до начала боевых действий, но проигнорирована перед их вводом в бой. И, видимо, французские конструкторы, имея опыт применения колесных бронированных боевых машин только в конфликтах низкой интенсивности, не обращали особого внимания на оценку уровня защищенности и дальности эффективной стрельбы. И позднее агентство «Франц Пресс» приводило претензии командира 37-й бригады морской пехоты ВСУ не только к тонкобронности, но и к оснащению АМХ-10, переданных Киеву. И указывалось, в частности, что машины не оборудованы датчиками лазерного облучения, а покрышки колес не рассчитаны на эксплуатацию в условиях сильно изношенных дорог, рыхлых грунтов и покрытой растительностью местности Украины. А выше уже упоминалось про повышенный износ шин, свойственный АМХ-10 из-за выбранной схемы механизма поворота. Эксплуатация бронемашин, достаточно уникальных по номенклатуре комплектующим, в целом сильно зависит от поставок из-за рубежа. Да и выстрелы к 105-мм пушке F-2 имеются только во Франции. Но, с другой стороны, мнения об АМХ-10 RX, как о металлоломе, сплавленном французами Украине, не слишком обоснованы. Сама французская армия на настоящий момент действительно отказалась от концепции БРМ с тяжелым пушечным вооружением и приняла для замены АМХ-10 колесную бронемашину Jaguar 40-мм автоматической пушкой. Но параллельно с проектом Jaguar была проведена модернизация АМХ-10 RX, приблизившая старые БРМ к уровню современных требований. ВСУ может продолжить их применение, используя другие тактические приемы, более соответствующие возможностям бронемашин. А западные спонсоры могут помочь в установке новой аппаратуры и повышении защищенности. Очевидна уязвимость машин и от огня ПТРК, танковых пушек и атак бронирующих боеприпасов. АМХ-10 в существующем виде уязвимы и от поражений тяжелыми артиллерийскими осколками, а также от более легких вооружений, как мелкокалиберных автоматических пушек. Хотя корпусы башни АМХ-10 более стойки к поражению 30-мм снарядами, но остается высокая уязвимость ходовой части, не только самих колес, но и расположенных у бортов элементов гидропневматической подвески, чувствительных к пробитию и к сотрясениям. Дополнительное бронирование явно недостаточно для защиты от кумулятивных реактивных гранат. Модернизация не устранила и уязвимости верхних проекций, особенно крышки моторно-трансмиссионного отделения. Трофейные экземпляры, конечно, дадут российским специалистам более детальную информацию о щелях в доспехах французских бронемашин и также о возможных способах противодействия им. И надеюсь, вам понравилось мое видео, а если так, то не забудьте подписаться на мой канал. И также я рекомендую заклянуть и на мой второй канал «Даша Моделс», где я строю модели военной и гражданской техники. А больше контента обо мне вне моделизма и техники смотрите на моей страничке на Boosty. Ссылочка будет в описании. До новых встреч. Пока-пока.